Добрый вечер, друзья! Я понимаю так, что мои серии фильма посмотрят далеко не миллионы, даже не тысячи, но сотни очень любознательных садоводов. И просто граждан России, которым не все равно, которые не хотят, чтобы дети ели отравленные фрукты. Да, но формально обращаюсь к ректору Тимирязевской академии, город Москва, которая на грани закрытия и, скорее всего, и будет закрыта. Жирная миллиардно-рублевая земля посреди Москвы. Совершенно непрестижная профессия агрономов и биологов. Абсолютно опускники не умеют ничего. Доказательство уже десятка таких фильмов. Продолжаю. Почему к ректору? Сколько к будущему? Этому, может быть, уже или поздно, или никогда не перестроить работу в академии. А почему вторая серия будет более, ну что ли, познавательная? Ну, что делать? По-прежнему не извинились выпускники академии. Люди достаточно активные, но все их советы приводят к уничтожению садов. Вначале калечим, потом лечим, потом покрываются морем всевозможных грибов, в частности, ничем не виноватых, и насекомых, и снова лечим, и снова калечим. Ректор, как правило, политик. Его дело достать деньги. Еще про ректор. Надо было все написать. И про ректор. Перед вами заставка первого фильма из этой серии, где я уже непосредственно... Фильма много на эту тему, но это первая серия была. Вторая будет вот такая. Вот смотрите. Если все-таки... Количество просмотров видели, мизерное. Но если все-таки посмотрят, он окажется на совершенно другом мире. В этот мир ко мне попала когда-то Бойкова Галина Николаевна. Вот. Огромный авторитет, кандидат наук, автор книг, директор ГСУ Шушенского. Вот. Уникальный человек, которым я дружил и сейчас дружу. Вот только потому, что она никогда не зазнавалась. Вот. И побывал в моем саду, была удивлена и повторяла. Почему вас не публикуют в научных журналах? А почему не публикует, сейчас поймете. Рядом сидит Николай Иванович Грудемов. Вот. Звезда российского садоводства. Автор книг. Там получается где-то волнопи полтора миллиона экземпляров. И вот мой друг, и мы вместе с ним книгу. То есть десятитысячную книгу сделали. Но на этом ничего, в принципе, садоводства не изменилось. Хотя агротехника, которую я придумал, пропагандирую, изобрел, внедрил в природе, в Северной, в Сибирской. Она не стала всеобъемлющей. Почему, сейчас поймете. Значит, напоминаю, что две активные участницы крупнейшего канала, где больше миллиона только подписчиков, обрушились на меня. Вначале на моего брата, посмел заступиться за деревья. Это было воспринято настолько болезненно, что то, что вы сейчас видите на экране, это еще не самое... Вот видите, тут не хватает каких-то слов. Вот так воспринято было новое садоводство в леса моего брата. Скромного человека, но умного. Тоже с сельхоз этим самым образованием. Сельхоз машины специально, курсы для механиков, для электромехаников. Вот, то есть близкая тема. Но засчитали за, сами видите, тем его, эти специалистки. И тогда я сказал себе, заглянуя, а что это, а их главный козырь. Мы, выпускники Тимирязевки. Господин ректор, этот или будущий, видите, что я написал. Я просто заглянул туда и схватился за голову. Я это уже проходили. Тимирязевка украла фотографию меня. Имеется в виду фотография с этими, с плодами. Потом в результате разбора один из моих друзей допек человека, который представился сотрудником. Все официально на сайте. Там есть фамилия, говорить я не буду, потому что его просто уволят, чертой матери. Он признался, что ни одного плода, якобы в саде абрикосов есть, ни одного плода вырастить не удалось. Вот, теперь поняли. Пытался я образумить. Вот, после всех этих оскорблений. Нужна ли эта перепалка, гражданка Исакова? Вот, да, вы подставили, в этот раз, в этот раз вы подставили еще и телеканал Бобер. Ваш текст. Следите за собой. Это она мне. В ваших роликах. Все, кто обрезает и формирует деревья, слож дураки и неумехи. Да, подтверждаю. Так уж сложилось, что это она их назвала дураками-неумехами, а я скромно называю невежественными, честными, но невежественными специалистами, которые даже не знают, что нельзя, в дереве нет ни одного лишнего почки, ни одного лишнего листика, так как все они производят глюкозу. И кроме как калечить, они ничего не умеют. Еще раз. Она перевела мои слова о людях невежественных, неграмотных, абсолютно, даже с высшим образованием. Даже кандидаты и доктора наук невежественные. Я это доказываю, докажу. Дальше. Причем демонстрируете фото этих людей публично. Господин ректор, вы, наверное, знаете, кого она имела в виду. Она посмотрела все-таки. Кричали обе. Исакова, Медведева, ваши выпускники. Там, кандидаты. Не смотрим Желедову. Никогда, ни за что. Под страхом смерти. Так переводится. А потом говорят. А где же они узнали, что я оскорбляю телеканал Бобер и этих самых, так называемых, фей? Вот. Сейчас переходим к феям. Раз они меня в этом винили, я должен показать, чем занимаются феи. Вот. Потому что их советы еще страшнее ваших. Что я имел в виду, Ольга Исакова? Что я имел в виду? Это важнейший момент. Что я имел в виду? Что если вы увидите, вы специалисты, вот ту дурь, невежество, дикое, этот дебилизм, который в этих самых, на сайте, прямо на экране телевидения, федеральный канал демонстрирует. Что, или даже уже после того, когда, может быть, и не смотрели их, но когда вы увидели, как я это припадет, вы должны были не на меня накидываться, а на них. А что вы натворили? Вы меня в этом обвиняете. Ладно, поехали. Вот эти самые девушки. Вот. Их роль я пишу. Вы уже знаете. Ольга Платонова. Вот. И Ганечкина. Смотрите. Их роль. Сучить абсолютно ненужные товары. Потом вы видите по ходу. При этом демонстрируя невиданный вред садам-садоводам. Почему здесь еще текст? Потому что все это войдет в книгу, которая будет называться «История садоводства. От дебилизма к разуму». Вот так будет называться. Вот. При этом демонстрируя невиданный вред садоводам и садам. Ниже учеба по уничтожению второй величайшей, мудрейшей цивилизации на планете Земля. Дело в том, друзья, что есть такая, об этом вы не проходите, господин ректор. Заставьте их смотреть, чтобы не было этого дебилизма. Он заключается в том, что вот эта компания, плюс еще преданный им этот клоун, который играет журналистом, или является журналистом, молодой парень, задолбанный этими суперавторитетами, в кавычках, вот, они не могли найти в саду, они нашли большой муравейник, вот такой примерно, вот такой вот. Вы поверите, нет? Вы сейчас не ужаснетесь? Вот такой примерно. Рядом стояло дерево, которому где-то старое, старое, от 50 до 100 лет, и взяли спасать это дерево, которому 57 лет, его спасали муравьи всю же, поэтому у нас дожило до глубокой старости. И они взяли и начали посыпать и поливать ядами. И это уже второй раз, потому что уже Ганечкина уже однажды, вот там были миллионы просмотров на это, на федеральном телеканале, как она уксусом поливала. Это дебилизм, за который Исакова вступилась. Ах, они такие несчастные. Железо их оскорбил. Давайте по порядку. Вот. Вот это муравьи, которые строят дом. Вот это муравьи-швеи. Они сшивают, настоящему сшивают, как сшивает любая хозяйка. Но хозяйку научили. Там, как называется там, швея-домшинка-зингер. Это было гениальное изобретение. Взагляя ему одела вся планета. Помните? А здесь без машинки. А многие смогли бы сшить это самое, если бы он не придумал эту машинку. Вот это действительно ум муравьиный. Вот они. Муравьи. Это особый мир. Он по разуму нам не уступает. Там есть одна загадка дикая. Как каждый муравьичек с микроскопическими мозгами выполняет свою роль, причем настолько разностороннюю, что мозги это не вмещают. Я, конечно, придумал, что они, эти муравьи, имеют внешнее управление. То, что нам недоступно, мы просто не можем осознать, насколько разумен этот вид. Я рассказывал, как они утепляют свои дома, как они их охлаждают, как они их, наоборот, нагревают. Это такой разум, недоступный большинству людей. И вот это, чуть не сказал грубое слово, что это за эти, которые взяли и начали поливать их язвы. Ну, не лезьте вы куда не понимаете, а, девчонки. Из вас сделали палачей. Палачей целой цивилизации. А потом кто-то еще придумает. Уже придумали. Вы представляете, там ниже будет. Я заранее это говорю. Там будет это. А вот этот самый муравьед, а вы только насыпьте. А муравьи их затащат, муравейник, заметьте, затащат. И все муравьи погибнут, а, подлецы. Но я сейчас с ректором говорю, не с вами. Да нет, вы не подлецы. Сейчас можете на меня в суд подавать. Ох, вы подали в суд. И даже бы штраф заплатил. Тюрьму бы не посадили. Одиноносца, кавлера Родина Славы. Никто, когда. Но другое дело, что нужна публичность. Даже на судебном этом месте, или как он называется там. Чуть ли не как-то сажают этих, которых обвиняют в эти, ну, за решетку клетки. Вот. И там бы, да я бы использовал бы как трибуну. Вы представляете, что творят? Ни мозгов, ничего. Нет, не у вас. Вы просто жертвы такие же. Ну, уже сколько времени-то прошло. Уже после той критики, когда несколько лет назад уже уксусом поливали муравьи. Вы что, думаете, что вас режиссер, раз, и сценарист, два, заставляет делать? А? Какие умные лица. Печать, разума, прямо интеллекта. И вот я дальше продолжаю. Это как цивилизованные американцы уничтожают на полном витамские деревни. Вы понимаете, что это разумное существо? Нет? Я сейчас не могу, у меня 30 минут, и больше не получается. А потом выключается он сам. Потом надо снова включать. Это будет уже третья серия. Но пока идет вторая, я хочу сказать. Вот. Что это? Ниже подземный город. Вы его учите уничтожать. Вы ничего не знаете вообще, что под землей творится. Ваши, этот самый, лопата, я потом покажу. И прочее, с чем вы пользуетесь в садах, это хуже, чем это. Чем атомная бомба. Или такая же, как для людей атомная бомба. Вот. Мин природы, в знак вопроса. Экологи, к вам обращаюсь. Гнать вашу шею паразитов. Когда вышел ролик с бобрами-феями, то ни одна сволочь не заступилась за муравьев. Платонову и Ганечку при несажении ядами большого старого муравейника возле столетнего дерева Кадикороса показал федеральный канал. Наука, простись, объяви муравейники разумными, чтобы к ним подходить нельзя. Кроме таблички, не подходить дальше муравейник. Не знают ничего, как он не устроен, и не это, насколько они разумны. И самое главное, уничтожать защитников. Стояло дерево, огромное, старое. Оно и стояло только потому, что муравьи защищали его. А вы знаете, сколько муравейников, вот этот огромный, который уничтожили, за эти 50 или 100 лет, сожрал сколько миллионов насекомых. А вы знаете, что эта масса такая, что она-то, будучи продуктами переработки-то, и кормила дерево. И вот вам и еда от муравейника, и защита. Защита этих самых листьев, которых жрут листогрызущие насекомые. И пьют сок из них, из листьев. Это только начало разговора. Итак, нужен закон о защите муравьев. А что такое машина времени? Знаете почему? Вот сейчас, понимаете как? Прошел год, два, три, вот посадили дерево. На верную смерть. Покажите его сейчас. Или место, где оно было, и давно ее в тихушку, стесняясь, выбросили, мертвое. Была бы, где машина времени, я показал бы все это. Жаль, нету. Эй, нету у нас ученых. Помогите. Вот, когда-то будет скучно, я расскажу вам, как на машине времени. Однажды ездили в прошлое покупать картины знаменитых голландских мастеров. Но это потом. Вот. Ольга Исакова. Сейчас личинку ничем не достать. Знаете, о чем речь идет? Вот, человек пожалуется. Это, ну, зажорка живет. Перекарывать, ну, у него ошибка на ошибке, она настолько безграмотна, что это невероятно. Вот, я понимаю, что, видимо, туда берут уже что, всех подряд? Дрочников? В скобках, это, замаскированных двочников. Перекарывать осенью в престольные круги. Видимо, перекапывать. Часть личинки погибнет. Ну, что, да, личинок. Ой, какая она. Она везде так. Обработка деревьев инсектицидами во время кладки. Вот не хрен делать, понимаете? Сколько нужно инсектицидов, чтобы уничтожить этих самых личинки? Она-то думает, что личинка же уничтожила, и все. Да уже 5-10 метров никакого яда не будет, не хватит. А то, да, вот те самые прилетят, у них крыльишка есть. А вы про это знаете? Про крылья. А? Нет? У бабочи крылья есть. Нахрена все это придумать-то? Перекопать осенью в престольные круги. Перед зимой оставить деревья, если послушать ее миллионы, допустим. Там миллион с чем-то больше подписчиков. Перекопать. Часть не поленится, перекопает. Уничтожит все подземное богатство царства. И вот, еще раз, это я для когда-то, еще раз расскажу, уже не раз говорил, но ректор-то тоже может не знать. У нас ректор от политики. Они знают, что он все знает. Господин ректор, для вас говорю. Подземный мир это, не тронутый, естественно. Аэрация, вентиляция, канализация, водоснабжение. Вот что такое. Он особый, под деревом. Там какая лопата. Там даже этими самыми нельзя подходить-то. Даже топтать нельзя, вы понимаете это? Ну ладно, вы-то еще не можете понять, потому что вы просто ни за, ни против на данный момент. Какие перекопать престолы? А это что значит? Мороз-то поведет к корням. Так еще и скалеченными, это же лопату корнями. Все будет перевернуто, переуничтожено, все. Черви порубленные, эти самые. Морови, само собой, все искалечены. Там их тоже хватает. Под землей, прям под деревом. Который вы... Вы понимаете это? Мороз туда попадет. А то еще, знаете, где-то я уже стучу. Что ваши эти самые говорят. Перекопали и туда, пойдет туда больше этого. То есть, улучшится водоснабжение. Поняли, да? Итак, железо в даче. Это же все-таки будет глава книги. Поэтому давайте внимательно еще почитаем. Перекапывание престольных кругов осенью. Так вопрос. Уважаемая Ольга, это один из самых опасных и, к сожалению, распространенных агроприемов. Тяжелый, бесполезный, надо бы писать не бесполезный, а опасный для всего живого труд. Искалеченные корни, гибель червей, грибов, бактерий, все пищевые цепочки. Уничтожение дернового покрова, теплозащита от мороза. Подмерзание или замерзание корней. И ради чего? Этим вы добьете уже больное дерево. Потому что люди там пишут, когда деревья болеют. У которых десятки других причин заболеть. А вы о них знали, давай, почти совет. Гора родила мышь. Ой, боже, что вы там творите. Это ваша выпускница. Это еще не вот это вот. Я вернулся к чему. Ольга Исакова, это ваша выпускница. Как она гордится, что она темирается. Как она гордится. Но дело-то в том, что мы еще вернемся к бобрам. Это же два сапога одна пара. Понимаете, Ольга гордится своим этим. А те две, они вообще нуль в садоводстве. Вот, ну, можем вызубрить перед съемкой. Вот они зубрят. Им приказно дурят. Они показывают на всю страну. Я вам сейчас еще скажу, господин этот ректор, чего тут нет. Потому что мне уже, ну, как сложно, мне надо найти этот самый. Он есть у них на сайте ролик. А на этом ролике, вот, стучу. Вот та Ольга Платонова, за которую заступилась Ольга Исакова. Вот. Берет, подходит. Ну, видимо, помогли. Само это трудно. Выкопала яму, оголила верхние корни довольно взрослого дерева. Представляете? Постояла вокруг него, только не перекрестила и сказала. А это было в июле. Три, если не врут, и три с половиной, или три месяца. Корни должны вот так оголенные. Заметьте, июль. Июль! Они будут закаляться до зимы. Ну, и там, если посчитать, получается, в ноябре закопайте. Вот я все уже видел, уже столько дурино, уже все, дальше некуда. Я не выдержал. Я уже, это самое, это уже не ваша Ольга, а та Ольга из этого, телевизионная Ольга. Вот. Я уже туда отправил, написал, то есть сделал такой же фильм, высек эту глупость, дурь, которая уже за все пределы перешла. А в ответ тишина. Я не думал, что их уволят. Думаю, хотя бы сценариста это поставят на место. Кто-то же им сценарий-то делает. А они жертвуют. Она зря написала, что я их выставляю там этим. Я не их, сценарист и режиссер. Эти должны быть грамотные. Еще и руководители канала. Думать-то, кого брать-то сценариста, твою мать. Ну, и так как это, у нас не так много времени осталось, 7 минут, а потом будет третья серия. Но я успею сказать. Нужна новая телеведущая Центрального федерального канала. Ну, а дальше, если бы не спешая по расколу, то такой Шабаев, представитель Кровевого союза садоводства. Он знает ту, которую я представлю сейчас. Рыканин Петрович. Лучший садовод виноградарь. Город Сибирь. Один из лучших садоводов России. Уникальный, гениальный человек. По ночам сторож военкомата. А может быть, вам понадобятся такие специалисты? Господин ректор Теврянский или будущий ректор. Вот они. Вот Шабаев. Вот Рыканин. Жаль, я не могу. Вот эти два фильма я снял в их присутствии. Может быть, когда-нибудь сами увидите. Жила-была в Красноярске девушка. Фамилия Ваня Савинич. Зовут ее Лена Санна. Она однажды набралась наглости. И будущая студентка уговорила, выпросила. Железова, которого считают этим, как сказать, еретиком. Которого считают каким-то там где-то, знаете, это трудно даже сказать. Оппозиция к официальному садоводству. Лучший сад в России. У которой все, чего нет вообще, ничего сейчас в институтах нет. Вообще. Это полная деградация. И вдруг она говорит, я поеду к Железову. Пустите меня. И началась ее практика 3 или 4 года назад. И до сих пор не закончится. Вот она, президентская стипендиатка. Я тогда разговариваю о ней, сказал, обратите внимание, вы красноярцы. Я лучше вас знаю. Ей бы грант, мы бы еще такого бы натворили. Но таким денег никто не дает. Вот она, эта статья про нее. Видите? Это практика у Железова. Она представляет свой университет в Москве. И ежегодный форум. Сразу выбилось люди. Рядом кругом эти профессора и доктора наук. Она уже всего лишь аспирант первого года. Она уже там и, как это называется-то у них, сейчас скажу. Которая ведет, которая не просто выступает, а ведет. Ладно, забыл. Вот. Вот это ее работа. Смотрите. И вот тогда я, знаете что, уже забеспокоился. Вот у нас планы связаны с тем, что у нее будет диссертация. Диссертацию она делает в моем саду. Садим вместе. Наполовину моем, наполовину ее. Вот она на трибуне. И вот это вот то, чего не делал никто и никогда. Именно вот это вот. А потом отдельно изучите. Я обращаюсь к нормальным людям. Ну и, а вдруг этот ректор или новый ректор наш человек. Видите, естественно, задернение в саду. О, посадка на холмы. Сколько миллионов деревьев уничтожено. Вот. Самое главное, что тут ничего в саду не делается. Вообще. Подходящие подвои. Супер подвои. Улучшенная капулировка вместо дебильной прививки окулировкой. Прививка только в основании штамба. Ранняя прививка под бутылками. Тоже никто этим не делает. Вот. Посадка на холмы. Вот так. Зимовка. Так. И, наконец, зимовка питомники. То есть, начинается все с огромного количества посаженных деревьев. Автоматически становится питомником. И чуть ли не единственный на всей стране питомник, который является коммерческим. Вот. Которым лично я вырастил когда-то 20 тысяч саженцев. Вот. Он зимует на морозе. Вот. Ну, это кусочек моего сада. И мне еще кажется, что вот эта злоба, она прям сочится. Только из-за того, что сами не могут этого вырастить. Вот. Вот. Чего я не увидел, так и не увидел в десятках убогих передач по ТВ. Как дальше пробиться? И умная, и красивая. Это третий этаж, это персик привали. Видите, как в Сибири. Ну, спасибо, живой. Вот. Ну, это ладно. Только не цепляйте, что персик выглядит бледно. Жаль на мне, когда возиться в питомнике. Если бы мой брат Юрий, это отдельная тема, потому что Юрий, пока его мордой тыкали, тот и такой. Значит, 70 лет прожил, ума не нажил. Так. В это время у него поспели персики и абрикосы. Причем, 6 лет назад он взял, вдруг первое мои косточки посадил. И такой результат. А они-то не знали. Не знали, что он работяга, что мой брат, это, знаете как, тут жалко, наверное, поблизости нет этого самого. Ну, сейчас речь не о нем. Вот. Умница, высшее образование. Близкое, именно, самое интересное, что именно их заставляли учить эти самые садовые программы, потому что его профессия была не просто машина, не просто машина, а сельхозмашина. Вот, нужна новая ведущая. Так вот, значит, ниже самые дебильные советы тоже кандидаток. То есть, это кандидатки. И так как вы за них заступились, вместо того сказать, вы что там, девчонки, вы по сулам посходили. Какая нахрен раскопанные корни и это, уже зная все это, потому что они же критикуют меня, значит, видели мои фильмы. Какие, к черту, это, в июле месяце раскопанные корни и уничтожена вся подземная структура, и до осени, и это называется закалкой. Вы на кого накинулись-то? Вы кого оскорбляли? А сейчас закончится через несколько секунд, и я и делю, чтобы долго не было. Когда-то по 4-5 часов делал, даже фильмы были, кто же их столько вытерпит. Вот сейчас я с вами прощаюсь ненадолго, господин ректор. Ректор, я надеюсь, что кто-то вам эти записи передаст. Это очень важно, друзья. Очень важно, надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова